Это необычный двор. В этом дворе работает дворником человек, который не только добросовестно выполняет свои обязанности дворника поддерживать чистоту, но и относится к своей работе неравнодушно, творчески. Впрочем, вы сейчас сами убедитесь в этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но если бы не вы, не было бы такой красоты. Да не говорите, стараюсь. А вот это вот цвет какой-то необычный. Это необычный, тут лимонный, как бы такой алый, не поймешь какой. Тут, я смотрю, разные цвета. Да, разные. Наверное, цветов 5-6, не меньше. Да. Вот там вот еще дальше есть какие-то и красные, или там сиреневые. Да, это мне с Германии присылали. А я, да, садила, потому что, думаю, как необычно, чтобы не как у всех было. Ну, здорово. Люблю, да. Это, за ними же уход нужен. Да, конечно, нужен уход. Ну, молодежь уливает. Ну, понятно. Поэтому, как бы, жалко. Ну, еще удивительно, что тут еще сохранились, они не вырвали их все. Так я тут с утра до вечера. Ну, понятно. По-моему, это... Ну, мы видим. Ну, вы одновременно тут и дворник, и сторож еще. Да, вот именно. И садовод. И еще художник. Ой, художник. Дизайнер, или как тут назвать. Художник меня, Володя, знает. Вот, это вот персонажи из разных фильмов, мультфильмов. А вот здесь вот, в этих вот горшочках, наверное, тоже хотели... А вы знаете, почему? Там садила я от жары или что? Они пропадают. Ну, они потому что подвешены, и от земли, как бы, контакта нет. Да, и сколько вот много я садила, и пропадают. Да, ну, вот... В этом году, как никогда. Здесь вот эти, только, наверное... Как они, забыл называть? Да, петуня. Да, петуня. Она вот выдерживает. Да, петуня выдерживает. Ну, все равно тоже, иной раз это много... Ну, ничего, есть самое такое, хорошее, что... Доброе утро. Ага. Доброе утро. Кветущее. Доброе утро. Люди вот мои ходят, мне прекрасно с ними встречаться. Каждое утро, каждый вечер, день. Ну, еще бы ночь была, еще бы можно и ночь. Вот видите, клумба, пожалуйста, петуния пропадает. Остается, как бы... А, это вот уже половинка... Да, тут половина уже нету. Да, это, наверное, зайчики взял. Зайчик, да, может быть, и зайчик. Ну, ладно, удачи вам. Ладно, спасибо огромное. Красная шапочка. Да, это красная шапочка, я ее посадила в этом году сюда. Ну, так как мишки здесь, как будто бы лес. Ну, еще должен быть волк. А, волк на реставрации. А, кстати, а где же бабушка? Бабушка Ига тоже на реставрации. На этой неделе выставлю. Так она... Она, наверное, будет как фото-модель какая-то. О, это что-то. Все, ей реставрируют и лицо, и так далее. Все, все. Уже не Баба Яга будет, а... Да. Там... Режит Бардо или еще кто. А зачем Баба Ягу, когда мне дети говорят, если вы будете так работать, бабушка Лора, вы будете как Баба Яга наша. Ну, я говорю, ну, я не... Это они шутят. Ну, шутят, да, конечно. Я понимаю. Ну, ладно. Ладно, огромное спасибо вам. И вам спасибо первое. Ну, а теперь о грустном. Вот часть нашего двора. В прошлом году начали реконструкцию двора. Все радовались. Думали, будет... Будут здесь всевозможные горки и так далее, качели. Но долго пришлось ждать, пока вот эти работники вот постелили это укрытие, которое вот сейчас... Видите, в каком состоянии. Вот. И самое главное, что это укрытие в жаркую погоду пахнет очень неприятно. И подозреваю, что этот запах, он еще, помимо того, что неприятный, он еще и вреден. А было вот так. Сначала были заготовки под качели и другие сооружения. Их срезали. Вот таких два примера отношения к работе. Спасибо. 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 Спасибо.